Привет, друзья! Сегодняшний обзор моего видео будет посвящен коллекции Ботаника. Ботаника бренда Литуаль. То есть это их собственная линия косметической продукции парфюмерно-косметических магазинов Литуаль. Как они сами говорят, что это у них самая зеленая косметика, которая есть в их личном портфолио косметическом. И она действительно так. Если посмотреть на составы, то он максимально натуральный. Я взяла из этой коллекции коллекция Ботаника. Это весна-лето 2020 года. То есть они запустили на весну-на-лето свою линейку. Красивое название, минималистический дизайн, приятный. Вот именно таких натуральных, природных цветов. Я взяла себе сыворотку для лица. Я люблю сыворотки. Кто постоянно смотрит мои видео, знает, что я фанат сывороток по уходу за кожей лица. Поэтому, когда где-то хочу что-то приобрести и узнать, нравится-не нравится, я беру сыворотку. И взяла карандаш для бровей. С чего начать? Давайте с карандаша. С простого. Так вот. Причем вся продукция, забегая немного вперед, она изготовлена в разных странах. Она натуральная, но изготовлена в разных странах. Например, карандаш изготовлен в Германии. Здесь так и написано. Вот он, бренд L'Etoile. Коллекция Ботаника. Тон у меня, сейчас скажу, 501. Вот здесь вот написано 501. Там всего на сайте два оттенка. 501 и 502. Я брала самый маленький. То есть 501, чем меньше номер, тем светлее оттенок. Это я уже по опыту по своему знаю. Поэтому 502 темный не брала. Тем более, это для бровей. Карандаш идет для бровей. Не для глаз. Натуральный. Как они сами и пишут, что на 90 с копейками процентов натуральные у них ингредиенты. Что мне понравилось? Упаковочка. Ну, то, что вот я говорю, минималистический природный дизайн. Мне это тоже очень нравится, симпатизирует. Слюда. Он упакован, не знаю, может быть, ее еще как-то называют, эту упаковку, по-другому. Но мне вот как-то привычнее, да, вот не говорить, что в какую-то, в такую пленку. Ну, пленка, да, такая плотная пленка. Я ее называю слюдой. Он запакован. То есть я его не могу сейчас открыть, просто не сняв ее. Давайте откроем, посмотрим. Потому что я еще, если честно, даже не смотрела, какой цвет мне в итоге попался. Подойдет он мне или не подойдет. Потому что на сайте, единственный минус, там сводчи не очень хорошие. Их не видно. Вот я как бы разницу между 501 и 502 номером особо я не увидела. Поэтому взяла самый минимальный. Я взяла 501. Кстати, она очень такая тугая. Ее не просто так сорвешь. А рефлеймовские более проще. Их вот так вот прям потянешь. Ну и вот здесь я тоже вроде как нашла эту штучку посередине. И она у меня отвалилась. Вот она. Так вот, что здесь хорошо, удобно. Это, конечно же, щеточка, которую мы расчесываем бровки, когда их обрабатываем. Да, красим, когда. Ну и сам, давайте сам посмотрим цвет. Вот такой вот цвет. Да, вот на экране он как бы серо-коричневый. Сейчас посмотрим, как я им, давайте, нарисую. Мягкий, хорошо рисуется. Мягкий я вот им как бы рисую. И, да, хорошо, хорошо ложится. Для бровей, думаю, подойдет. Думаю, моим вот светлым бровкам. Ну, у меня здесь тени, сейчас тени на бровях. Ну, если вот под натуральный, если делать, не сильно заполнять, то я думаю, он идеально подойдет. Ну, попробую, попробую, порисую, посмотрю. Даже в конце концов, если он не подойдет мне для бровей, то уж для глаз он точно великолепно подойдет. Судя по цветам, даже делая подложку, то, когда наносим тени, делать подложку или стрелочку растушеванную, это называется подложка. Когда мы стрелку растушевываем, получается подложка для теней. Для смоки айса хорошо подходит. Мы всегда делаем подложку, когда делаем макияж стиле смоки айс. Ну, это так, отличие. То есть, вот он хорошо подойдет. Прекрасно. Хорошо рисует. Такой вот он. Это карандашик. Это карандашик из серии Ботаника бренда Литтуаль. Итак, второй продукт. Это, ну, собственно говоря, вообще это первый продукт, что я захотела купить. Когда увидела у них на сайте рекламу Ботаники, я захотела взять сыворотку. Сыворотка для лица. 30 мл объем. Стандартный объем. Красивая упаковочка. Красивый флакончик. Видите, я уже сколько использовала. То есть, я и основательно пользуюсь. Такая вот она. Сделана она в Корее. Так, а здесь не написано. Здесь не написано. Увлажняющая сыворотка с экстрактом бамбука. Вот. Вот. Написано. На коробочке 99% это натуральные компоненты. Видите, знак такой веганский, ну, не совсем веганский, но натуральный. Я думаю, это просто у них вообще, у веганов маленько другой значок. 99% это натуральные. Так, давайте прочитаем. Увлажняющая сыворотка для лица. Это мультифункциональная сыворотка с экстрактом бамбука. Использовать ее можно весной и летом как самостоятельное средство для глубокого увлажнения. Осенью и зимой в качестве первого этапа комплексного ухода, то есть после тоника, перед кремом, как и все сыворотки, собственно говоря. Экстракт бамбука активно насыщает кожу влагой и препятствует ее испарению. Благодаря целому коктейлю увлажняющих и питательных компонентов, включая провитамин В5. Наносим несколько капель сыворотки на предварительно очищенное лицо. Ну, это традиционно, это стандартно. И подушечками пальцем как бы вбиваем поверхность кожи. Вот я сейчас как раз вот здесь вот у них, что самое интересное, у них есть здесь полностью состав на коробочке написан. Для кого интересно, можно прочитать. Красивый флакончик. Посмотрите, какое матовое стекло интересное. Значок такой, ну, как бы, да, вот, бамбуковый, лепесточек. Здесь флакон, пипеточка сделана под дерево, сама пипеточка. И жидкость зелененького, светло-зелененького цвета. У нее приятный, очень приятный такой аромат, отдушечка. И сама сыворотка, она хорошая. Она реально хорошая. Такая вот она даже густоватая. Вот, густоватая, но она впитывается мгновенно. Не оставляет никакой липкой пленочки на лице. То есть многие, если зайдете, например, на сайт Литуали, прочитаете отзывы к этой сыворотке. То есть они начали появляться, люди стали покупать и начали появляться отзывы. Многие используют как базу под макияж летом, да, хочется легкости и в то же время ухода. Вот эта сыворотка как раз, она может самостоятельно идти в качестве базы под макияж. Я наношу ее сейчас летом, вот как написал производитель. Я вечером наношу ее на лицо. Все. И вот она настолько достаточная, как бы, что после нее не хочется наносить никакого даже увлажняющего крема. Я пробовала и наносила ночной крем, увлажняющий сорбе. Ну, как бы, вот, можно абсолютно обойтись и без крема. Что я сейчас и делаю. Когда особенно жарко, я просто беру вот эту сыворотку на ночь и наношу. После очищения очистила лицо, протонизировала. Крем для кожи вокруг глаз нанесла. И потом сыворотку, заключительным этапом ухода, я вот эту сыворотку наношу. Видите, вот она у меня уже не полный флакончик, потому что мне она нравится. Она травяная, действительно пахнет вот этим травкой, что сейчас к лету вообще особенно актуально. Просто вот, ну, как бы, такой вот спа. Вот запах как спа-салон получается. Такой натуральный, как будто ты вот находишься на природе. И вот идет такой усиленный этап увлажнения, ухода за лицом. Отличнейшая сыворотка. Хочется, как говорится, еще и купить ее, когда она закончится. То есть она еще и вечером, она действует на регенерацию кожи. То есть она восстанавливает ее клеточки нашей кожи. Мало того, что она насыщает ее влагой, она еще и действует как регенерирующая. То есть обновление клеточек нашей кожи. И это здорово. То есть вот такой вот мастхэв на лето я себе приобрела. Прекрасный запах интересный, как я еще раз говорю. Пипеточка. Такая, ну, травяной. Травяной, вкусный травяной запах. Кто любит натуральное такое травяное. Рекомендуем. Вот то, что я взяла из бренда Ле Туаль. Серия их Ботаника. Карандаш и сыворотку взяла. У них там пудра есть сияющая, лак для ногтей, бальзам для губ. Что хотела бальзам для губ попробовать, но все-таки остановилась на карандаше. Но думаю, что это не последняя покупка из Ботаники. Из серии. Поэтому, кто, девчата, попробовал серию Ботаника, пишите свои комментарии, понравилось, что понравилось, делитесь. Давайте друг другу поможем в выборе. Ну, как бы оставляйте свои отзывы. Мне тоже это интересно почитать. Все. У меня все. Коротенький обзор. До новых встреч. До новых полезных покупок. И будьте красивыми. Пока-пока.